Доброго времени суток, с вами Аракис и это очередное продолжение Войны Гильдии. Начало недели, сейчас посмотрим с кем мы воюем. Вроде бы более-менее не сливной деф стоит, хотя людей тут я вижу мало. Сколько? 10 человек всего лишь. У нас уже в атаке все больше и больше, уже по-моему человек 25, даже 24. Итак, посмотрим, кого же мы сегодня будем бить. Так, неплохой деф, особенно первый, очень напрягающий иммунитет есть, есть щит, два подхила, щит от Чандры. Интересно, пробьет ли его Валька, так как я думаю, буду бить его через Вальку. Ого! Иллюдия, Феникс Света. Блин, третий скилл ему, конечно, апнули очень-таки неплохо. Мало того, что снимает бафы, так еще и мешает получению этих же бафов на один ход. Поэтому, даже пока не знаю, но с ними я точно буду драться. Это интересно. Так, и двухзвездочные посмотрим. А этот вообще такой себе деф. В принципе, как и вот этот деф, тоже через, думаю, мишку разбомбить легко будет. Вот этот более интересный, как минимум, вот вторая часть, так как пока я не получил эшир, стараюсь драться против них, смотреть у кого какой. И где-то что-то перенять. Точнее, не перенять, а просто сравнить дамагу, которую, к примеру, будет выдавать будущий мой ашер эшир. Да, я думаю, против него и подеремся. Так, буду использовать я теперь пирата чаще. И Меган, я в прошлом видео говорил, но не показал Меган, я немного переодел, урезалась у нее, конечно же, скорость. Но теперь она у меня в виоле и контратаке. Сделал я это для того, чтобы формить гиганта и дракона еще быстрее. А дракона теперь я формлю со стопроцентной вероятностью. То есть, за два дня я еще ни разу не проиграл. Возможно, везение, возможно, это Меган. Меган. Итак, первое, 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 кем мы будем пить. Ну, здесь, в принципе, очень легкий вариант, поэтому Вальку, естественно, оставим на второе пати. Кем мы будем пить. Я думаю, возьмем по максимуму раскол, побольше. Так, 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 так. Кого мы возьмем? Так. Где мои монстры все? О, появились. Я так смотрю, где все монстры будут, видите, появились монстры. И так, и я думаю, возьмем мы еще Белку. Да. И под хил будет, и снять щит. В принципе, это решит проблему. А во втором пати... Хотя, в принципе, сейчас же и потестируем Меган нашу, которая в Виоле. Кстати, на арене уже ее потестировал. И знаете, против ТВ Марса, в принципе, неплохо работает, так как зачастую моя... Моя... Ну, естественно, Хлоя ходит первая. И если там какие-то там, не знаю, белки не походят и не снимут щит и тому подобное, ходит моя Меган. И если у нее прокает Виол, то прикольно кинуть сразу же жабу, к примеру, там на этого же ТВ Марса и убить его Валькой. В принципе, неплохо. Я даже, когда менял руны, я менял, естественно, для того, чтобы фармить дракона и гига быстрее. А потом уже понял на арене, что, в принципе, тоже неплохой вариант. Но скорости маловато, очень мало скорости. Ей бы хотя бы 180 скорости, хотя бы. То есть, обгонять. Зачастую даже всякие там ТВ Марсы обгоняют мою Меган. Ну, самое главное, чтобы Хлоя ходила первая. Итак, поехали. И да, нос у меня красный от того, что я с мороза зашел холодно у нас в Одессе. Я не бухаю. Так, так, так. Первого, я думаю, мы будем выносить Бриана, да. Но нужно, я думаю, убрать пассивку, да. Не будем тратить раскол. Хотя можно было тратить, я забыл, что у меня белка. Да, зачастую я использую раму, поэтому просто по привычке. Ахмана кто-то обнул. Так. Ну же. Мариан, снимай щиты ему. Красавчик. Белка сегодня вообще отжигает. На арене у меня жгет, блин. Я не помню ни разу, чтобы она там что-то не сняла. Но просто отрабатывает свой хлеб. Волчий корм. Надо Чапи купить. Так, второго, я думаю, будем Ахмана бить. Так как он мешает немного своим аграм. Плюс подхилом. Вот сейчас он и умрет. Ну, видите, хотя и в рейтинге 1075 вроде как не сливной деф, но все равно гильдия более-менее слабая. Ну, хотя это, в принципе, первый бой. Мне вот интересно, что будет против этой эллюдией. Не удивлюсь, если она разваляет все мои пати. Интересен просто дамаг, так как у меня есть в пати игрок, у которого есть эта эллюдия. Этот человек уже, по-моему, месяца три не заходил в игру. Но я его не удаляю из-за его эллюдией, так как он там в раскол этим третьим скиллом бьет по 40 тысяч массово. Это больно. Так. Бафаемся. Я надеюсь, моя Меган быстрее, чем Белка. И тот же Ашер. Так как, опять же, я не задумался, что здесь два... Вот, вы видите? А был бы здесь сейчас Теомарс. Ох, это было бы классно. Ну же. Это, конечно, как плюс, так и минус для Меган, так как у нее быстрее бафы там спадают и так далее и тому подобное. Но я не жалуюсь и не жалею, так как все-таки я делал ее... Вот, вы видите. Иногда, когда по три-по четыре раза она ходит, особенно на Драконе, это очень решающе, так как она и баф навешивает, и обновляет его тут же. Вот. Вот. Эшир. Очень достойный. Очень достойный, но, естественно, не топовый. Это понятное дело. Получается, по две восемьсот четыре тычки, не в раскол. Достаточно неплохо. Хотя, да нет, это все-таки маловато. И это были криты, насколько я помню. Да, это все-таки мало, потому что в раскол потолок там шесть тысяч. Так как более-менее хорошие ширы, в раскол должен бить там четыре тычки, там по восемь-девять тысяч. Ну, до десяти-десять тысяч очень тяжело разогнать. Нужны очень хорошие роны. Итак, перейдем. Так, кого же я больше боюсь? Этого персонажа? Либо этого. Нет, наверное, все-таки с вот этим и подеремся. Так как, если что останется, то лучше уже подраться с тем. Так как и люди... Блин, очень хочется перейти к тому бою побыстрее. Так, первую. Да, будем бить через вальку. И вот что я думаю, может использовать здесь пирата. Кого они будут бить? Они будут бить мою Хлою. В принципе, да, почему бы и нет. Меган. Хотя Меган может что-то и снять. Но у пирата есть массовый раскол. Естественно. Я очень надеюсь, конечно же, хотя бы хоть кого-то убить. За первый прокаст. Мои вальки. Но, я думаю, пират в этом поможет. Если я не убью сразу, так как массовый раскол. Хотя, опять же, скиллы у меня не точены. Вот. Поэтому. И так, и так, и так. А во второй пати, кого же, кого же? Я так понимаю, Бернард Скоростной. Может, мне не взять Бернарда? Почему бы и нет. Хотя, я не думаю, что мой обувь нет его Бернарда. Но, если мы сделаем вот так, нечестно поступим. Вот. Постараемся погнать. Хотя, я не удивлюсь, если Бернард все равно будет быстрее. Мы вот несчастных там, по-моему, 230 или 229 скорости. Сейчас мы заценим. Вы видите печальный вариант. Но, что есть, то есть. И возьмем тоже ведро. Хотя, у них есть подхил. У них есть подхил. Есть снятие того же даже хоть и одного набафа. Но, хотя, в принципе, пати у меня достаточно толстый. Единственное, что Бернард у меня очень тонкий. Поехали. Много текста. Так. Так, так, так. И так. Ну, этого я и ожидал, естественно, что пати будет не самая быстрая. Ну же. Хотя бы там на одного, на двоих. Ну, вы видите. То есть у пиратов моего там 11 точностей несчастных. Так еще и скилл не точен. Абсолютно никакой. Ну же. Два. Ну, не знаю, хватило бы там двух ударов. Ну, лучше уже так. Сейчас Чандра, скорее всего, накинет. И так. Кому же, кому же мы с ним. Я думаю, все-таки по максимуму будем сбивать. Ну, вы видите. Зато Крит, в принципе, неплохой в защитного персонажа. Ну, придется сливать Чандру. Чандра хоть и самый один из, так скажем, слабых представителей его класса. И с этим никто со мной не поспорит. Все хотят. Естественно же, ветер, огонь. Ну, тьму и свет я не беру в учет. Топовый это ветер, как ни крути. После него идет огонь. И Чандра уже, так скажем, замыкает эту тройку. Так как, когда Чандра остается одна, опять же, один скилл уже не работает. Можно сравнить с часункой. Так, нужно дождаться бафа. Прокаста, точнее. Так, попробуем раскол закинуть. Видите, не помогло. Закинулся на одного. Ну, и хорошо, хоть Чандра не особо сильный. Так, раскол, раскол. На кого нам нужно кинуть раскол? В принципе, не важно. Так как все равно он спадет. После хода. Ну же. В принципе, не важно, кого же опять убить. Ну, да, лучше, чтобы Чандра остался. Он, по крайней мере, там не будет подхиливаться 10 раз. Все, что Чандра сейчас может сделать, это использовать там свой первый. И, по-моему, третий скилл у него массовый. Да, третий скилл. Вот. Опять же, дебаф не самый лучший. Вот. Скорость. Хотя, в принципе, в разных ситуациях. Оно по-разному и нужно, и действует по-разному. Но вот так оно и есть. Оу, он еще и в Деспайр-сете. И один раз всего лишь застанил. Вот, вот, мой Бернард оказался быстрее. Естественно, из-за чего же это? Ну да, немножко я нечестно сырнул. Ну как нечестно, в принципе, у меня Тайшера нету. Так, и кого же мы будем сливать? Я думаю, мы будем сливать Бернарда. По-моему, плохой выбор. Что-то толстожопый Бернард оказался. Оу. Он меня отжигает. Так. Ну же, отлично. А раскол? Ну же. Вообще красавчик. И сейчас, по-моему, Бернард даже не успеет походить. Отлично. Вот сейчас уже хороший шанс. И да-да-да, бей Барретта. У него все равно 28 тысяч хп. Очень долго он его будет мучить. Вы видите, то есть, реально, мое ведро отжигает. Я себе представляю, просто если бы сейчас так же походил бы и его ведро, как бы я плевался бы. Ну же, лаги, лаги. Так, раскол. Закинем на эширо, так как, скорее всего, на ведро не пройдет. Ну же, еще доты. Кстати, кто еще не в курсе, я так вижу, стал очень популярным в башне, особенно на хард-версии. Пенгвин. Да, пенгвин. Так как он откатывает скиллы всему пати на один ход. И особенно в таком комплекте, как Барретта, Спектра, кого еще можно взять в ведро, естественно. И пятого. Некоторые берут Веромоса ради стана, а кто-то добавляет еще и Барретту. Ой, не Барретту, а Бернарта. Это для ультра-быстрой пати, ну, в соотношении хода противника и своего хода. То есть, получается, ну, мега-быстрая пати. И многие скажут, ну, нет же Хила и так далее, нет там Веромоса, который снимает дебафы. Монстры просто даже не ходят на практике. Ну, естественно, нужны более-менее хорошие руны. То есть, не самый, там, какой-то дикий шлак, я просто набрал монстров и написать в комментариях, почему я не прохожу башню до сотого этажа с таким составом монстров. Естественно, руны тоже решают. Но, если вы хотите на харде рулить, и у вас есть пингвин ветра, попробуйте его прокачать, вы не пожалеете. Также спектру. Спектру тоже хочу качнуть. Все никак, руки не дойдут. Итак, первая пати, кем же его бить? Вообще, если честно, не представляю. К примеру, этим же пати, если я сейчас буду действовать, Хлоя может походить быстрее. И неважно, даже если Хлоя походит второй, она по-любому кинет. Скорее всего, и то, что я похожу пиратом, в общем, бредовая ситуация. Поэтому, скорее всего, нужно взять что-то более танковое. Мне кажется, сыграем мы через Верада. Да, нечасто вы его видите. Но, сколько у него там скорости, кстати. О, боже, печаль. Так, Бернард. Можно взять Хлой. Хотя, Хлоя, опять же, это, наверное, не лучший будет вариант. Если Люсия сразу использует свой третий скилл. А мне почему-то кажется, он 100% использует свой третий скилл. И жахнет таки больно. И неважно, бафы есть там или нет. Блин, да это, на самом деле, очень сильный персонаж, если так задуматься. Вот, очень плохо, что у меня Пионер не одет. Хотя, опять же, снимая бафы, он снимет-то все. Блин, безвыходь какая-то получается. Если мы возьмем так. И, к примеру, Часун. Кто будет пить Часун? Да, если попробовать так. Хил там всего лишь один. Хотя мы не можем снять никаких бафов. И я надеюсь, Часунка просто переживет все это. Расколов там нет. Есть раскол на атаку. Ну, атака у нас... Блин, даже не знаю. Очень напрягающая пати. В принципе, была, не была. Попробуем. А вот второе пати. Я думаю, через стандарт пойдем свой. Хотя здесь главное, чтобы Белка нам очень сильно не помешала. Вот в кого Белка походит, тому и счастье. Ну, очень надеюсь, что ведро у меня быстрее будет, чем его Белка. Так, поехали. Так как через Вальку вообще не вариант первый бой драться. Ну вот. Если бы я сейчас через Вальку... Ну, кто же знал. Кто же знал. Так, кого, кого, кого? Я думаю, закинем все-таки на Сигму, так как здесь дебафы если и вешает, то можно подхилиться всегда. Нет, я думаю, лучше на Сигму, так как он по-любому не прошел. Ну же. Первое, я думаю, будем выносить Сигму все-таки. Там дебафы более страшные для меня. Но уже тормоза. Отлично. На всех сработало. Так еще и застанили. Добиваем. Красота. Ну же. С одной стороны ей хочется, конечно, посмотреть, насколько ударит эта птичка, но с другой стороны не хочется. Ну, хотя он у меня танк. Наверное, не дадим... Нет. Все-таки он ударит, скорее всего, своим третьим скиллом. Очень слабенькие. Слабенькие, видимо, руны у него, вы видите. Наше... Ну, короче, вы поняли. Да уж. Боялся я не того, чего нужно было. Казался очень слаб. Такая життя. Так. Да и хлоя, я вижу, не особо жирная. Что-то, да. Как они залезли, в принципе, в такой рейтинг, тоже непонятно. Ну, видимо, везло, наверное, как-то там на сливных. Поэтому так и поднялись. Мы, опять же, я же говорю, то есть это второй день, мы сливаем, то есть и все равно находимся в таком рейтинге. Это достаточно редко. И даже странно, но вот как есть. Отлично. Блин, надо чаще использовать Вирада. Но скилл ему точить не буду. Пошел он лесом. Тупая первородка. Не люблю я его, да. Не люблю и никогда любить не буду этого Вирада. Не знаю, разве что ему первый скилл. Вот пускай туда дот добавят, хотя бы гланс добавят на один-два хода. Все, я его буду использовать. Я вам обещаю, если добавят там дот в первый скилл, я сразу же ему точу скиллы. Все. Надо будет удалить это с видео. Итак, кого мы будем первого? Ну, естественно, постараемся добить Верамоса. Он умрет. Да, по-любому умрет. Три дота. И белка уже хилила. Так, сейчас будем добивать белку и параллельно с Алья Маракана. Хотя, если у него первая пати настолько слабая, то зачастую по статистике в первой пати, ну, вот в первый раунд ставят более сильных монстров, чем во второй. Ну, к примеру, у человека есть там пять монстров шестизвездочных. Он в первой пати скорее всего поставит троих шестизвездочных, которые там у него и в рунах неплохих, а вот во второй пати уже таких персонажей послабее. Это не всегда так, это просто мое наблюдение. В принципе, наверное, у меня так же. Хотя у меня, ну, естественно, побольше монстров уже. Ну, просто да, опять же, эта статистика ведется к тому, когда у человека мало еще монстров. Либо они еще слабые, и он их просто не использует. Ну, и Ракан не особо сильный. Так, вот и в принципе все. Так, три победы у нас. Я думаю, здесь мы налегке выиграем десять человек. Хотя и гильдия несливная. О, что мы сделаем? Так, сейчас мы улучшим что-то за медальки. Кстати, вы видите, медалей собралась фиговая тучка, но я так ничего не покупал. А, вот, что я не купил. Еще один Devilmon, блин, фактически меньше, чем за неделю пять Devilmon, это классно. Ну, как-то у меня так совпало, просто я все это купил по акции, шестизвездочного апнул и так далее, так подобное. Так, что мы будем улучшать? Я хотел либо атаку два процента на всех монстров, либо крит урон три процента. На моем этапе, мне кажется, мне вот сейчас крит урон больше понадобится, так как все-таки, к примеру, та же валька, у меня 95% шанс крита, то есть крит урон крайне важен, три процента, это естественно не катастрофически много и так далее, но хотя вот недавно общались с персонажем по имени, ой, не помню, как его звали, в общем, с игроком с моей гильдии, он написал, что у него руны в принципе такие же, как и у меня, то есть сила атаки, все такое, но урон у него там чуть бы не на пять тысяч меньше, почему так? но потом я ему сказал, что древний страж прокачан, то есть 17%, прокачан меч, то есть там около 10-12%, плюс прокачан этот тотем на ветер и так далее, то есть, а в сумме оно все в сумме, в сумме и дало такие неплохой прирост, вы видите, и все равно я делаю ставку на эти все камни, тотемы и тому подобное, я не покупаю свитки, пока не улучшу все вот это вот на 10, а тогда я буду со спокойной душой зная, что мне не нужно ничего здесь прокачивать, ну, есть некоторые знания, которые я, скорее всего, вообще никогда не буду апать, это те знания, которые там на защиту вот этой вот башни и так далее, вряд ли я их буду улучшать, и что мы еще улучшим сегодня, есть у нас 500, блин, 600 бы крестов, светилище огня, хотя, нет, что мы можем улучшить, что еще, да ничего, по сути дела, хотя у меня на подходе Карл, Карлито, прошу прощения, так, да, улучшим, и вроде бы как все, 180, да, не будем искать, вот, поэтому, ну, вы видели, вот такая вот получилась война гильдии, оказалась она слабее, чем я на самом деле для себя предполагал, и так ждем по-прежнему, ожидаем обновления, которое грядет, вот, в течение, я думаю, нескольких недель, возможно, даже и на этой неделе, что-то уже появится, всем спасибо, что были со мной, смотрели это видео, оставляйте комментарии, делитесь им, пишите мне вконтакте, всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok